Добрый вечер, дорогие мои друзья, телезрители! Добрый вечер, дорогие друзья! У нас дни проходят от веселья до веселья и улыбки сплошные, когда читаешь очередные законы или скандалы в правительстве, которые означают назначение, переназначение, переспределение и всегда-всегда-всегда одни и те же лица. Одни и те же люди, которые всегда декларируют свои доходы в минимальном уровне. А потом все оказывается в миллионном состоянии, в недвижимости, в движимости и в совести, которые сегодня мы все-таки постараемся узнать у нашего гостя. Что такое совесть у наших чиновников и государственных деятелей в республике Молдова? Вы так меня спрашиваете, как будто там есть совесть. Где вы видите, там совесть? Нет у них совести. Бессовестность правит нашей страной, нашими гражданами. Но, к сожалению, сами граждане в этом виноваты. В первую очередь и прежде всего они виноваты, потому что они выбирают. Нам не прислали этих управленцев, с позволения сказать, из-за рубежа. Мы сами своими руками натворили эту... Я не могу ее назвать властью. Я не могу это назвать государством. Нет у нас государственной власти, поскольку нет у нас государства. А нет государства, потому что, к сожалению, за два последних десятилетия Молдаване так и не научились выбирать из своей среды, поднять на вершины власти людей порядочных, людей честных, людей компетентных, патриотов этой страны, этого народа, этой земли. Ну вот, конечно, я говорил в начале передачи с иронией, вы сказали совесть. Ну, совесть определения, вы же знаете, у каждого своя совесть и каждого определения. Но, вина народа, она, конечно, костная, вы знаете. Наблюдая со стороны, как происходят выборы, при котором веры в наш цик не существует, ведь тоже это большая реальность на сегодняшний день же, правильно? А вы все-таки проработав в правоохранительных органах, не один год, правильно? Вы можете... Всю жизнь. Всю жизнь, да, не один год. Это вся жизнь отдана. Вы все-таки можете анализировать с точки зрения, со своей точки зрения, анализ за происходящего в республике, при котором какой у нас строй капиталистический, социалистический, коммунистический. Вот я запутался, я не могу понять. Вы мне объясните. Олигархическая охлократия, охлократическая олигархия, это бардак, а не строй. Конечно, и следа, и духа демократии нет. Но никак это нельзя назвать демократией. Демократия совершенно другое. У нас правят бандиты, правят воры, проходимцы. Нет у нас демократии. Что касается определенных государственных органов, которые, к сожалению, большому сожалению, стали частью механизма узурпации власти, а мы живем в состоянии узурпированной государственной власти, уже третий год как минимум. Я позволю себе освежить вашу память и память тех, кто на нас смотрит сейчас. Бывший председатель Конституционного суда, его производительский господин Пулбери, в сентябре 2011 года вышел и сказал, он на самом деле немножко превысил свои полномочия как председатель. Но не важно, важно, что он сказал правду. Он сказал, граждане или уважаемая власть, все, что вы будете делать после 28 сентября 2011 года, будет незаконно, будет неконституционно, будет называться узурпацией власти. Его сняли, правильно, потому что он правду сказал. Но тогда, я помню, конституция была факта, что он вмешался в политические процессы. Чепуха, до этого и Пушкаш говорил все, что по телевидению, что инкриминировали, и этот самый Танаси, и так далее, и так далее. Не об этом речь. Речь о том, что мы уже два года, нами правят люди, которые не имеют на это права. По конституции, в полном соответствии со статьей 78 Конституции, тот, который исполнял тогда обязанности президента, должен был немедленно отправить этот парламент на новые выборы. Немедленно, поскольку он оказался не в состоянии избрать президента. Написано четко и ясно. Если в статье 85 Конституции написано в двух случаях, когда они могут назначить премьера или принимать законы за 90 дней, президент имеет право, то есть может распускать, может нет. А здесь написано, распускает. Написано прямо. Они это не выполнили. Чистая узурпация власти. И даст Бог, эта власть поменяется. Я думаю, что будут возбуждены соответствующие уголовные дела. Они будут расследованы. И целую когорту этих вот так называемых деятелей привлекут к ответственности. Я не за то, чтобы кого-то посадить и так далее. Но народ должен знать, что есть власть и есть закон. Что если он не восторжествовал сегодня, это произойдет завтра. Народ должен хоть какую-то надежду иметь, хоть какую-то уверенность в том, что мы таки строим государство, а не Шарашкину контору. Вы знаете, вот завтра происходит сегодня. Сегодня будет вчера. И мы не можем перейти из прошлого в будущее. Мы застопрились на одном месте. Ведь слышно так, что вы сейчас говорите, я слышу это последние три года. И весь народ это слышит. Но получается так, что вы все-таки поддерживаете в этом смысле позицию партии коммунистов Республики Молдова. Ну, с этой стороны. Это как у вас? Ностальгически как-то? Дело не в том, что я поддерживаю позиции определенной партии или поддерживаю других. Это правильная позиция. У них законная, правильная основа, наверное, на Конституции позиции. Как не поддерживать? Как не поддерживать? Я думаю, что любой нормальный порядочный человек, гражданин в этой стране должен это поддерживать. Иначе это просто нечестно, бесчестно и по отношению к остальным гражданам, и по отношению к самому себе. Я другое говорю. Вот смотрите, мы их терпим, это так называемый альянс. Сейчас они изменили название. Принцип остались те же самые. Ничего на самом деле не изменили. Употребили в очередной раз прием с политическим спасательным кругом. Вот как господин Тимофтьев стал первым спасательным кругом для них, он позволил себя избрать и не остались у власти. Сейчас слянка, нормальный порядочный человек, честный. Я уверен в его компетентности как дипломат. Все, что мы имеем во внешней политике, благодаря ему, никакие там другие, ни филаты, ни лупы. Это заслуга нынешнего премьера-министра. Но дело в том, что он как премьер-минист, я ему желаю успеха, конечно, но он далеко не соответствует заниманию должности. Ситуация, в которой находится страна, требует совсем других качеств, совсем других навыков управления. Нами вообще управляют неуправленцы. Этой страной уже много лет подряд, в значительной степени, последние несколько лет, капитально управляют люди, не имеющие никаких знаний, никакого опыта в управлении государством. Любая, обратите внимание, любая частная компания, что она делает в первую очередь? Выбирает себе, находит себе хорошего менеджера, хорошего управленца. Что делает транснациональная компания? Лучшие менеджеры планеты работают в них. Что делает нормальное, серьезное государство? Выбирает лучших управленцев из своей гражданской среды. Что делает молдаване? Выбирает и выдвигает туда всяких воров, проходимцев, контрабандистов, сутенеров. Кого хочешь, вот кто нами управляет. Но откуда может Лянко управлять правительством? Ну как, где и когда, и кем он работал, где и когда он учился на это, хоть что-то. В такой ситуации, в такой стране, на данном этапе нужен волкодав, а нам дали дворняжку. Ну как он будет, ну что он сделает с Плохотниковом? Да не то, что с Плохотниковом. С любым судьей, с любым прокурором, который получает зарплату у Плохотника, ну не то, что Лянко не справится, да они ему под 20 килограмм лапши за час навешивают за день, вы понимаете, или за час. Это невозможно, особенно тогда, когда у этого политика или другого есть целая армия. Целая армия продавшихся ему душ. Потому что если ты на государственной службе, ты носишь государственные мундиры по гору, и ты продался какому-то проходимцу, о котором уже несколько лет всяк. Ты кто такой? Ты что служишь? Тебе надо посадиться за то, что ты продал интересы этого народа. Ну как Лянко победит эту армию, которую Плохотнюк держит под жестким контролем? И не только Плохотнюк, это как фигурально я говорю. Все те, которые сейчас у власти, они имеют особенного Плохотнюка. По моим данным, есть огромная база компрометирующих материалов, разных сведений на этих продавшихся ему людей. Кого поймали на деньгах, кого на квартирах, кого на девочках, кого на мальчиках, кому-то должность, ну и так далее, и так далее. Эти люди будут служить. Как Лянко это сделает, если он понятия об этом не имеет, как это делается? У него не то, что армии соответствующей нет. У него нет соответствующих заместителей, соответствующих министров, компетентов. Как это сделать? Он спасает очередной спасательный круг для этой преступной власти, которая любой ценой хотят дожить до следующих нормальных срочных выборов. И таким образом отдалить сам процесс разбора с ними, сам процесс возмездия, сам процесс оглашения приговора. Возмездие это громко сказано. Нет, это вполне законно. Сейчас, если вы мне дадите, я вам скажу, что такое возмездие. Я вам даю. В законном понимании, в конституционном понимании этого слова. Вот их цель, чтобы как можно дольше и дальше отдалить момент, когда соответствующие приговоры будут приведены к исполнению. А народ молчит. А почему молчит? Ну скажите, почему наш народ молчит? Я могу сказать почему. Почему? Вы сказали, вот впереди, чуть-чуть, перед этим, лапша местного производства на ушах у наших избирателей. Не нужно понять. Лапша, значит, получается, у правительства и руководства страны евролапша на ушах, которую лапшу суют все-таки с Европы, где получаем гранты, направления работы, то или иначе. Позвольте я вас прерву, какие гранты, какая помощь, какие кредиты, да какие поманы. Никто в этом мире ни один цент никому не дает просто так. Евролапша. Народ должен выбирать из своей среды руководителя или руководителей, которые смогут противостоять этим грантам, противостоять этой так называемой помощи, которые могут управлять этой страной без этой так называемой помощи. Это данайский дар. Нам нужно иметь руководство страны, которое может мобилизовать внутренние ресурсы страны, которое не настроит страну только на потребление, на чистое потребление этих подарков так называемых. А что мы имеем? А кого мы имеем? Мы имеем людей, которые умеют там договариваться, получать эти сотни миллионов, которые никто из нас не видит. Вот вы опытный журналист. Вот назовите, уже потрачено, получено несколько сот миллионов евро, по-моему, 40 миллиардов дел. Назовите 3-4-5 проектов, известных, хорошо, хотя бы на несколько десятков миллионов, из сотен миллионов получено. Могу назвать. Не назовете? Могу назвать. Не назовете. Декларировали 5 или 6 проектов. Нам давали на строительство дорог, так далее, так далее. Но! Я отвечу вам. Ну, вы же задали вопрос. Сотни миллионов евро, я говорю. Ответь, сотни миллионов евро. Это, на моих глазах, образуются так называемые сиротские районы. Это дворцы, полностью оборудованные, по последнему слову, техники. Это автомобили, не обычного класса, а VIP-класса. Это я вижу. По мере поступления кредитных средств и грантов из-за границы, увеличивается количество этого всего. Зачем нам такая власть, которая поддерживается и за рубежом езды? Так за рубежом... Которая поддерживается только она. А граждане никакой пользы от этого не имеют. Народ убегает из страны. Да. Народ покидает страны. Скажите страну, скажите, пожалуйста. Они что, уходят, потому что где-то лучше? Нет, они уходят, потому что здесь невыносимо. Здесь нет никакой жизни. Сотни тысячи сегодня стоят в очереди, чтобы получить заветную визу в Канаду и так далее. Уходят не потому, что где-то лучше, повторюсь, а потому что здесь невозможно нормально по-человечески жить. И вот в этой ситуации я вроде часть этого народа. Я вроде вырос здесь, как будто знаю психолог. Я не могу понять, почему он не поднимается, почему он не возмущается. Ведь по всем законам, по всем конституциям, по всем международным нормам, народ имеет право свергнуть власть, которая его не устраивает. Более того, власть, которая делает жизнь народа невозможной, невыносимой, как только что я сказал, народ имеет право свергнуть вооруженным путем. Написано это в декларации независимой США, у французов написано, у немцев косвенно написано, написано во всеобщей декларации право. Я специально взял, я думал, что вы меня спросите, я специально взял, я сейчас вам прочитаю. А я вас подвел к этому. Более того, да, более того, он не просто имеет право. Американцы написали в своей конституции, что это священная обязанность гражданин. Долг. Почему мы на это не идем? Что это такое? Вы понимаете, что призывы к вооруженному свержению существующей власти... Это не призыв, уважаемый, я не призываю народ к восстанию, я не обращаюсь к народу с призывом восстать, я обращаюсь к власти, чтобы она не доводила дело до этого. Потому что во всех этих основополагающих документов, а мы, кстати, их ратифицировали, мы обязаны руководствоваться, да, есть принцип. Если где-то у нас отсутствует какая-то норма в национальном законодательстве, или национальная норма противоречит международной, применяется международной. То есть то, что я вам зачитаю, обязано для применения в этой стране. Посмотрите, как написали американцы. 1776 год. 4 июля скоро будет годовщина. В Декларации независимости 13 бывших английских колоний в Северной Америке указали. Если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее. Упразднить и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, народу, наилучшим образом обеспечит людям безопасность, безопасность и счастье. Не просто человеческий минимум, а безопасность и счастье. Дальше. Если же данная форма правительства становится гибельной для этой цели, то народ имеет право изменить или уничтожить ее. И учредить новое правительство, основанное на таких принципах и с такой организацией власти, какие, по мнению этого народа, всего более могут способствовать его безопасности и счастью. Но когда длинный ряд злоупотреблений идет продолжение, но когда длинный ряд злоупотреблений и узурпатий, неизменно преследующих одну и ту же цель, обнаруживает намерение предать этот народ со стороны власти. Во власть неограниченного деспотизма, то он не только имеет право, но и обязан свергнуть такое правительство. И на будущее время верить в свою безопасность другой охране. 35 пункт. Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть священнейшее право и неотложнейшая обязанность. Вот как пишут американцы. Вот что написали, я сейчас до французов дойду, если будет необходимость, и до немцев. Но вот во всеочей декларации прав человека. Прямо было. Принимаю во внимание, что признание и так далее. Принимаю во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения и так далее. То есть всеобщая декларация прав человека, которая обязана для исполнения на всей территории Республики Молдавии, прямо предусматривать право народа, когда он ему не в моготу, его право и возможность прибегать к последнему средству, к восстанию как к последнему средству. Я повторяю, не нужна мне эта власть, я не к нее обращаюсь, я не в защиту ее. И не призываю я восстать, потому что восстание это плохо. Восстание, особенно вооруженное восстание, это агрессия, это сумасшедшие, это беспощадность, это разрушение. Будут взрывать, стрелять и так далее. Будет еще хуже, короче, после следствия. Не дай бог, не дай бог никому. Я обращаюсь к власти, чтобы она поняла, понял, что ее ждет. И обращаюсь к власти, чтобы вы, и там, которые у руководства, народ имеет право в вас стрелять, как власть. Народ имеет такое право. Читайте, читайте всеобщую декларацию прав человека, читайте декларацию независимости, читайте Конституции Германии, читайте, что французы написали об этом. Не шутите с этим делом. Взрывается, еще как взрывается, мамалы говорит, зря вы думаете, что это просто так проскочит. Я думаю, сейчас мы чуть-чуть охладим. Накалившуюся у нас обстановку здесь в студии и уйдем на рекламную паузу. Я думаю, нормально это будет. Спасибо! Только сейчас с абонементами у НИТЭ 3G ты получаешь самые выгодные предложения на рынке. Все неограничено от 60 леев. Общайся и отправляй СМС-сообщение. Неограничено в сети всю жизнь. Неограниченные звонки в сети Молтелеком. Кроме того, получи неограниченный и бесплатный мобильный интернет. НИТЭ 3G от твоего национального оператора Молтелеком. Настоящие ценности побеждают время. Английский чай Ахмадти. Ваш безупречный вкус. В вашей жизни мы можем сделать только одно. Сделать ваш воздух свежим. Кондиционеры Дайкин. Официальный представитель компания Климовент. Наши? Эй, кит. Коби Брайант? Коби Брайант? КОНЕЦ 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 Продолжение следует... После швейцарских Альп появился первый кофе по технологии инфаи – молоте растворимом. Мы поместили молоте кофе в каждом кристалле растворимого, чтобы сохранить для вас вкус и аромат настоящей арабики. Мы хотим, чтобы вы всегда наслаждались прекрасным кофе. Кофе – эгоист. Ты не можешь без него. И вот продолжение нашей беседы. Оно началось у нас, вот это вот дело все как-то резво и как-то горячо. Включили кондиционер, чуть охладили. Здесь атмосферу. Но задам вопрос. Вопрос будет, конечно, прямой. Я не люблю юлить. Скажите, пожалуйста, а вы не боитесь, что завтра вас арестуют за эти слова? Ведь восприять или воспринять или ощутить на себе то, что вы сказали, может любой у нас государственный чиновник, да, и в чем хочешь обвинить. Он даже не будет думать о том, что есть какие-то международные документы. Я понял ваш вопрос. Ну, во-первых, я, конечно же, такой же человек, как вы, как и многие другие. И все, что человеческое, мне свойственно. Какие-то опасения, разумеется, у меня есть. Но, во-первых, я не могу иначе. Я не могу молчать. И тот, кто изучал мою биографию, знает, что я все время обязательно что-то скажу до того, как. Ну, так случилось, я не знаю. Так, так, ну, такая у меня жизнь. Это, во-первых. Во-вторых, все то, что я говорю, это правда. А правда всегда восторжествует. В-третьих, все то, что я говорю, это юридически обоснованно. У нас по Конституции источником власти, источником суверенитета является народ. Скажите, пожалуйста, это статья вторая. И считается, что наитягчайшим преступлением против народа это отнятие у него суверенитета, узурпация власти. Мы живем, мы с этого начинали, мы живем уже три года в состоянии чистой узурпации власти. У народа отняли его право на власть. У народа отняли суверенитет. Это преступление. Они совершили преступление. И если народ подымается, даже с оружием в руках, я говорю, я против этого. Но если народ подымается, защищает конституционный строй, то он прав. Он не только не виноват, он прав. И, как мы говорили, делают серьезные нации. Он обязан, это священная обязанность. Поэтому в уголовном кодексе, вы говорите, посадить, арестовать, есть ответственность за вооруженный мятеж? Есть, но один нюанс, там одна тонкость есть. Вооруженный мятеж по законодательству Республики Молдова подлежит уголовному наказанию только в том случае, если он направлен здесь, внимание, на изменение конституционного строя насильственным путем и на изменение территориальной целостности. Тоже насильственным путем. То, что я говорю, есть призыв к защите конституционного строя. И любой гражданин, который придет и будет защищать конституционный строй, придет с этой целью, во имя этой цели. Он подлежит награде, а не наказанию. Ему надо оказывать чатскую помощь. И государство, если это серьезное государство, должно спасибо сказать таким гражданам, что такие граждане находятся. То же самое трактует ответственность законодательства Российской Федерации. Американцы, так я вам говорил, о немцах, о французах. Поэтому я не боюсь, потому что я знаю, что я прав. Они нарушили конституцию. Они нарушают конституционный строй. Вы спросили меня, какой строй? Нет того, что написано. У нас не демократическая республика. А поскольку это так, а это так, то преступниками являются они. Они я и такие, как я. Поэтому я спокоен. Правда, есть еще один нюанс. Правда, исторический опыт показывает, что когда кто-то поднимается и свергает власть, все зависит от того, кто побеждает. Если побеждает та власть, которая собирается свергнуть, то это мятежники, их садят, преступники. Если побеждает революционеры, то они революционеры. Акси Олманов, вот вы сказали, вот я молчать не могу, но есть хорошая древняя поговорка, молчание золота. А судя по тому, сколько молчит наш президент, я думаю, что валютный запас золотой у него самый большой в республике. Роль президента в том, что происходит сегодня в республике, с вашей точки зрения. У меня есть целый ряд соображений воздержаться от оценки роли президента. Я думаю, многие телевизорители знают, почему я говорю. Я бы предпочел говорить о молчании народа. Вот почему народ молчит. Вот в чем вопрос. Я не могу молчать. Есть еще одна поговорка. Я забыл фамилию этого. Туркмен, по-моему, один поэт. Он говорил, если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если он гореть не будет, если мы гореть не будем, то уж тогда рассеет тьму. А эта страна имеет сотни, тысячи граждан, которые могут принимать участие в управлении страной. Никто не замечает. Их грушат, их сажают, их освобождают от должностей и так далее. Я понял, у вас так, значит, роли президента никакой нет. Неправда, есть какая-то роль. Он старается выполнять роль президента в парламентской республике. Он старается именно так соответствовать Конституции и тем полномочиям, которые есть. Но позвольте мне воздержаться. У меня есть целый ряд соображений по данному вопросу. Я вроде опять хочу сказать. Вот вы посмотрите, последние выборы обязательно сотни и тысячи фактов. Люди говорят, кто продался за бутылку пива, кто за килограмм масла и так далее. Но если ты, так называемый гражданин, продаешься за бутылку пива или за пять бутылок пива, то, как говорили, какая разница. Ты же продаешь свою свободу. Ты продаешь ту частицу власти, суверенитета, который ты имеешь в виду того факта, что ты гражданин этой страны. Ты продаешь свою душу. Что ж ты после этого возмущаешься? Что ты ноешь? Ты чем недоволен? Тебе заплатили. Что ты еще хочешь от этой власти? Они же с тобой рассчитались тогда, когда тебя обманули. Знаете, какая самая большая проблема у этой страны? И у нашего народа. Не у этой страны, а у нашей. У нашей страны. И у нашего. Знаете, какая? Потому что вот это количество кретинов или продажных душ прямо влияет на положение дел, на жизнь нормальных людей. Та часть общества, которая является добросовестной, законопослушной частью общества, которая хочет работать, которая не хочет воровать, которая не может, которая хочет нормально жить, она из-за них страдает. Поэтому, уважаемые нормальные люди, граждане, если вы хотите нормальной жизни, надо всем нам объединяться. И надо выйти и протестовать. Вот чтобы не создалось впечатление, что я пришел на данную передачу с призывом, с навязчивой идеей призывать к восстанию, я призываю людей собраться и протестовать мирным путем в центре этой нашей столицы. Современные государства, уже большинство прошло через это. И в Европе, и в Азии, и в Северной Африке и так далее. Собирается 100 тысяч, я часто говорил, стоит на этой площади, пока они не уходят. И не надо арматуры, и не надо коктейль и болота, и не надо, не дай бог, не надо стрелять. Просто чем больше людей соберется и скажет этим людям, а они не люди, они не люди, которые в власти сегодня, то, что они делают с народом, они не заслуживают, чтобы их назвали людьми, они должны им сказать, уходите. И они уйдут. Я думаю, что они поймут и уйдут. Потому что, если они захотят до конца, и еще испытать терпение у народа. Я не помню, кто говорил, но он говорил о том, что терпение – это божий дар. Как для того, кто терпит, так и для тех, кого терпит. И переносит страдания. Да, но им не надо злоупотреблять. Потому что всякому терпению приходит и предел. И вот такие, какие мы есть в Молдоване, однажды тоже можем встать и врезать. Да так, что мало не покажется. Да так, что и следует дух, и не останется в этой стране. Это, конечно, хорошо. Протестное движение в Молдове, она такая вещь. Сегодня говорим, сегодня возмущаемся, завтра забыли и думаем все-таки о куске хлеба насущном. В этом не умоляю возможностей партии, общественных организаций. Кого вы видите вообще? Здесь же кто-то должен повести за собой. Как определить авторитета в нашей республике? Очень интересный вопрос. Политика. Которая может или одного, или двух, или трех, или четырех, которые могут привлечь народ к тому, что вы сказали. Сто тысяч, пятьдесят тысяч, двадцать тысяч. Кто? На сегодняшний день мы имеем то, что имеем. Каждый трактует свою политическую декларацию. Коммунисты одно, социалисты другое, и так далее пошло, уже даже перечислять не хочется. Но кто? Давайте начнем с конца, с общественных организаций. И продолжим некрупными, я не хочу обидеть, мелкие партии. Давайте. Немногочисленные, вот, немногочисленные партии. Давайте. Уважаемые члены и руководители немногочисленных партий. Народ пребывает в том состоянии, в котором все вы знаете. Так вы для чего создали эти партии? Почему вы не призываете своих членов, если они у вас есть? Почему вы не выходите протестовать? Почему, когда вышел я и другие на площади, почему вы не пришли? Вы понимаете, что они ставят лучше? Я с этим не пойду, потому что он... Так не надо тебе с ним идти, ты иди протестуй, делай свое это дело, свергни эту власть. Скажи этой власти, что она не достоинна. Нет. Межличностные отношения, личный интерес гораздо выше ставится этими мелкими, незначительными, немногочисленными партиями, чем главный национальный интерес. То же самое общественные организации. Они откуда деньги получают? Они за какие средства живут? Конечно же, они будут служить тем, которые им за это платят. Называется это поддержка демократии. Я не знаю, как, не важно, важно, что ты кому-то служишь. Есть у нас лидеры или нет? Минуточку, сейчас я постепенно до этого дойду. Партии, которые находятся у власти, они же потеряли, они полностью потеряли доверие народа. У них нет никакой социальной опоры, нет никакой социальной поддержки. Посмотрите результаты опросов последнего года двух лет. 70. 80% населения считает, что это неправильная политика, что мы не туда идем, что это неправильный курс. Не доверяют, не доверяют полностью судам, прокурорам, власти, государству не доверяют. Слава Богу, еще церкви немножко доверяют. Но власть придержащим не доверяют. Что вы там делаете, не доверяют. 70-80% считает, что мы не туда идем, что вы не то делаете. И в итоге что мы имеем? Мы имеем одну единственную партию, что бы они ни сказали. Как бы они сказали? Я другой партии, которая действительно поддержала суверенитет этого народа, поддержала стремление этого народа к демократии, которая действительно была патриотически настроена, которая действительно хотела, чтобы это государство не только существовало, но еще и крепко реализовало, это партия коммунистов. Это, конечно, не та партия коммунистов, членов, которой и высокопоставленным чиновником, активистом был я два десяти лет тому назад. Она так называется. У меня есть вопросы к коммунизму, но это не важно. Важно, что цели нормальные, цели порядочные, конкретные действия, которые они предпринимают, законные и конституционные. Кто поднял вопрос об узурпации власти в этой стране? Кроме меня, там, Рожки, партия коммунистов. Кто с этим борется? Кто требует? Кто критикует? Кто пытается хоть что-то как-то делать? Партия коммунистов. Прав или не прав? Ну, если миллион граждан, я думаю, что сегодня миллион или больше миллиона, по крайней мере 700 тысяч было, 800 тысяч было, считает, что эта партия представляет эти интересы, то, наверное, очень сложно не согласиться с тем, что и я прав, и все остальные права. Не важно, по какой-то причине, из-за отсутствия нормальной политики у тех, которые у власти. Я не знаю, что, чей больше заслуга, заслуга конкретной, организационной, теоретической, профессиональной работы этой партии или заслуга тех, которые у власти. это неважно, но важно, что народ не хочет этих, которого власть, и народ хочет эту партию. Что они делают? Кто они? Они власть. Что они делают? Они полностью игнорируют мнение почти миллиона человек, миллиона граждан. Это что, власть? Они устранили от власти искусственно, брутально, неправильно, без церемона. отстранили от власти партию, которая собрала 700-800 тысяч постоянно набирает граждан. Сами же они набирают 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч и так далее. Или 500, нет, это я... Но это все наши граждане Молдовы. Да, все наши граждане Молдовы. Все, и те, и другие в количественном отношении. Да и больше, минуточку, минуточку. И это они называют... О буддистах мы говорили. И это называют демократией. Это не демократия. Да какая демократика? Это опиат, поэтому вы мне задали вопрос. Кто? Я сказал, это партия. Что она должна была с моей точки зрения еще сделать, чтобы народ за нее в массе своей пошел? Не потому, что разделяет коммунистическую идею, а потому, что... Или какие-то другие теории, доктрины до одного места народа. А потому, чтобы спасать это государство. А потому, чтобы выйти из этого несчастья, которое мы оказались. Вот они должны привлекать как можно больше порядочных, нормальных людей. Отказаться от монополии на власть. Отказаться от решающей направляющей роли. Хоть она и так у них есть, потому что это масса. Это единственная нормальная партия, которая на самом деле существует. парламент. Да. Сделать все возможное, чтобы привлечь людей. Устранить и публично признать ошибки прошлых лет. Я не имею в виду десятилетия тому назад. Они как бы... Те власти, которые были у вас. Да. Были ошибки. Надо прямо сказать, что не так, как недостаточно занимались молодежью. Что национальный вопрос оставили на третий, четвертый план. Что были ошибки с другими. Это надо признавать. Существенные ошибки. Да. Так у любой, у любого есть. Ну, например, я, например, Воронин никогда не прощу то, что он вывел из уголовного кодекса уголовное ответствие, статью за клевету. Таким образом, развил в этой стране такой бардак, который трудно было себе представить. Сегодня каждый, любой, тебе с ног до головы обольет грязью, и ты ему ничего не можешь делать. Государственная власть это делает. Презумпции невиновности нет. Совершенно верно. Все у нас... Только в гражданском порядке честь и достоинство. Процессы у нас, как известно, идут годами, и тебе надоедает ходить под этим... Ну, то есть, нарушен один из основных демократических институтов. Право на защиту чести и достоинства. Это большая ошибка, Воронин. Вы, конечно... Подождите, вы считаете, что у нас были построены демократические институты? Нет, нет. Я говорю о частности. Я могу бесконечно говорить о плюсах, о минусах какой-то партии. Не об этом речь. Я в этом кое-что смысл. Я говорю конкретно об изъятии из уголовного кодекса статьи об уголовной ответственности за клевету. Таким образом, таким образом, демократию исказили, извратили. Нельзя в демократическом обществе, надо отвечать за свои слова. И каждое нарушенное право должно содержать в соответствующем национальном законодательстве механизмы его исправления, компенсации за нарушенные вреды и так далее. Водворонин это убрал. Я знаю, европейцы требовали вот давай демократизирую, это демократизирую, это и так далее. Такие европейцы много требуют взамен той так называемой помощи, что они нам предлагают, что они требуют. Эй, ребята, молдаване, там ляньки, филаты и так далее. Сделали так, чтобы наши педофилы в Молдове чувствовали у себя, чувствовали у вас как у себя дома. И что молдаване делают? Открывают дома терпимости, открывают специальные дома, где эти скотобазы идут, извращают наших детей. Вы понимаете, что происходит? И вместо того, чтобы конфисковать эти дома, расстрелять, вешать надо этих идиотов, которые глумятся над нашим сегодняшним и будущим, вместо этого они не от этой Европы, от европейской ценности. Потом они еще требуют, давайте, сделайте так, чтобы педерасты всей Европы в Молдове чувствовали себя как в других нормальных странах Европы. С их точки зрения. И что мы делаем? Принимаем закон о защите педерасты. Некого больше защищать в этой стране. Вы понимаете? Хочется, чтобы защищали меня лично. Вот скажите мне, пожалуйста, вы сказали, самая сейчас ведущая партия, оппозиционная, но которая присутствует в парламенте Республики Молдова, вот она способна объединить все здравые силы. Вы так считаете? Если она скорректирует кое-какие... Ну, вы перечислили несколько. Да, да, да. А вы не могли бы себе представить, вот давайте помечтаем с вами. Вот собралась вся фракция коммунистов в парламенте, сложила свои мандаты и сказала, мы не будем работать вне закона, который, между прочим, коммунистическая партия Молдовы, да, она не считает легитимным парламент. Она не считает легитимным президентом. Совершенно верно, да. Почему они не сдают мандат, не идут в народ, не берут, выводят народ из спячки, из прострации, будем тоже так говорить, и приводят на площадь, чтобы демократическим путем, хотя демократия здесь не пахла эти 20 лет вообще, потому что демократии, понятия, институтов не было в Молдавии, у нас. Это нам политологи рассказывают, которых у нас появилось тысячи. Понимаете, в чем дело? Так пусть так сделают. Сдайте вы эти мандаты, все равно они ничего вам не приносят. Правильно? Если такая форма борьбы... Ну вот вы помечтать. Если такая форма борьбы, она применялась в истории, может и сегодня применяться. В истории Молдавии применялась. Но дело в том, что если ты сказал А, то ты должен сделать Б, бросив мандаты, сдав мандаты парламента, мечты, ты должен на второй день что-то другое делать. Вот как вы говорите, идти в народ, призвать и привести его на площадь. Наверное, надо искать несколько миллионов долларов или евро, чтобы сюда народ привозить. Потому что я знаю по своему опыту, когда я выходил в составе Комитета по защите Конституции и Демократии... Покупать народ опять? Не, не, не покупать. А что? Покупать билет ему на этот автобус, заплатить на этих микробусах, на любых машинах, чтобы привезти. Вы знаете, десятки тысяч еще той зимой, когда я выходил на площадь, я помню, с членами нашего Комитета, десятки тысяч хотели приехать, не имели на за что. Я думаю, экономия здесь абсолютно лишняя. Тут нужно просто призвать, я к деловым людям обращаюсь, слушайте, давайте соберитесь, вы решите, потому что завтра, если не дай Бог, будет то восстание, о котором я говорю сегодня во всей передаче, вы останетесь с голой задницей. К вам придут бизнесмены. Обязательно придут, вы останетесь без ваших дворцов, без ваших вилл, без ваших фабрик, заводов, без счетов, потому что не разбирают тогда. И изучив опыт русской революции, да французскую, да какой хотите, вы еще раз убедите, освежите свою память, вы увидите, какая сумасшедшая разрушительная сила идет одновременно из этой революции. Поэтому нам революции не нужны. Соберитесь, найдите там, мы как-то считали просто несколько миллионов долларов или евро, чтобы загрузить этих людей в автобус и привезти в Кишинев. И все. И революция закончилась. И эта власть уйдет. Не знаю, почему экономит. Вот вы меня лучше их спросите, вот Компартию спросите, других. Я не могу спросить Компартию, ничего в Компартии. Буржуа спросим капиталистов так называемых, потому что они не капиталисты, они в основе своей воры. Давайте спросим, вы что не... Давайте... Ну вот опять мы всех обвиняем, все воры. Есть у нас честные бизнесмены. Так назовите их, я с удовольствием его поаплодирую. Они убегают с этой страны. Я его буду хвалить с каждым выходом моим в эфир, я его буду... Назовите, покажите. Ну вот смотрите. Покажите, назовите имя, скажите, сколько он церквей восстановил, сколько он школ восстановил, не закрыл его, сколько он больниц, сколько он студентов за свои деньги за рубежом учит, сколько он... Сколько он... больных людей и так далее, сколько он помогал. Пусть он показывает, что вот допустим, он заработал 10 миллионов, а 2-3 хотя бы потратили на это, то я ему руку буду целовать. Я его... Я буду ходатайствовать перед президентом те вопросы, чтобы его наградили. Но вы не назовете таких людей. Их очень мало. Я не говорю, что вас совсем нет. Но основная масса этих так называемых капиталистов, которые накопили эти свои богатства. Эй, люди, вы что думаете, что все идиоты в этой стране? Что никто не понимает, как это получилось? Благодарите Бога, что до сих пор вас не взяли за руку, не посадили. И делитесь, ребята. Делитесь, потому что застрянет этот кусок в вашем городе. Нельзя. Это рейтит уже. Это уже рейтит. Это призыв делиться. Потому что вы разбогатели за счет обнищания, за счет обеднения основной массы этой страны. Не надо нам рассказывать сказки, что так было. Время, что закон... Не-не-не-не-не. Делитесь. Более того, это обязанность. Это священная обязанность. Если мы хотим вместе сделать общество. А если общество единое в одном порыве, в одном устремлении. А если вы хотите общество, где вы здесь 2-3 процента, а остальные 90-то здесь, то это долго не продолжится. Это кончится. И кончится стрельбой. Как мрачно, как мрачно. Что-то не возвращаемся. посмотрите в историю других. Слушайте, падают 30-летние мубараки. 30 лет падают. Вы что ж, посмотрите, какая волна прошла. И здесь то же самое будет, если власть не поймет сегодня. В Турции вышел защищать парковую зону от строительства торгового центра. Молодцы. Которая сейчас вышла фактически, мы будем говорить революция. Люди не уходят с площадей, борются с полицией, достигают уже политических целей. Совершенно верно. Парк это не основная проблема. Да, это причина. Причина. Повод. Вот получила. Значит, есть серьезные причины. Народ не просто так выходит. Более того, я вам скажу, за мой многолетний опыт работы в этих органах разных, я понял одно. На площадь власть выводит народ. Народ не идет по собственной инициативе и самостоятельно. Власть создает ему такие условия и у него нет выхода. Он выходит протестовать. Если ты умеешь управлять народом, если ты создаешь ему нормальные условия для нормальной жизни, то народ никогда не выйдет. Но вы посмотрите, более половины народа недовольны своим положением, своим состоянием. А основная масса это золотой фон этой нации, этой страны. Мы только претендуем быть нацией. С момента, когда народ объявил о суверенитете и провозгласил независимость, предъявлена претензия стать нацией. Но мы видите, как двигается. Но с того момента, когда мы это сказали, то мы должны иметь единое общество, вернусь, единое, объединенное единой целью. А если этого нет, если они выводят своих детей в Швейцарию, если у них есть собственность, недвижимость на берегу того моря, то извините, он еще после этого и у власти доходит, и мы его еще и терпим. У него два гражданства. Как можно? Пожалуйста, имей два и три гражданства, если соответствующий законодатель тебя позвали. Но извините, министром ты не имеешь права быть. Извините, депутатом ты не имеешь права быть. извините, в КГБ или в МНБ или в СИБ ты не имеешь права работать. Так же, как в МВД, так же, как и в прокуратуре, так же, как и в любом другом органе, который обязан служить, поддержать, создавать, укрыть это государство. А мы пропустили закон, помните, с самого начала, когда этот несчастный альянс пришел к власти, утвердили это право, и Конституционный суд сказал, что это закон. Но что это? Это не Узарпации? А Конституционный суд? Чистое вы приводите примеры. У них появился шанс, после 22 апреля, я читал это, я среди тех, которые поддерживают особенно обоснование, ну, профессорская рука, лучшие мысли, формулировки, которые только есть в современном европейском парламентаризме, конституционализме, если можно так говорить, красиво сделано, обосновано, убедительно. Но, ребята, если вы сказали А, то вы скажите и Б, идите и дальше, и дальше, оцените действия этого, оцените ту ситуацию. Я, кстати, обратился к ним, я жду ответа. Все эти проблемы я и изложил. Кстати, если вы хотите, мы можем сделать другой разговор, специально, я вам дам документы, вы увидите, что мы написали, мы можем их спросить публично здесь в вашей суде. Но вернемся к этому. Поэтому, это проблема народа. Народ, который позволяет себя так дурачить, который не хочет понять, а как именно и почему это происходит, он заслуживает такой участи. Народ, который не сопротивляется, народ, который не устраняет власть, который над ним издевается, уйдет на свалку истории. И такая нас участь ждет. Ой, дай бог, чтобы не случилось, никакой революции мне не надо, итоги всегда ясны. Делают революцию романтики, воспользуются плодами ее подлецы. Смотрите, смотрите, Бисмарк. Вот сейчас очень, очень... Одну минуточку. Позвольте мне. Мы должны чуть-чуть зацепить тему. Вы упомянули Бисмарк, это выдающийся государственный. Это пример, не только для меня, это пример для этих наших. Знаете, что он сказал? Отто, Эдуард, Леопольд, фон, Бискар, Шунхаузер. Бисмарк, Шунхаузер. Он сказал, если законы плохие, но чиновники, это наша тема, но чиновники хорошие, государственные служащие, то можно работать, можно двигаться дальше. Но если чиновники плохие, то лучшие законы мира тебе не помогут. Вот так, уважаемые граждане, менять надо эту власть. Поставить нормальных чиновников, нормальных граждан, компетентных, преданных этой стране, и все будет нормально. Мечта найти компетентность, у меня лично. Она есть. Есть сотни подготовленных в этой стране. Серьезный вопрос у меня. У меня к вам серьезный вопрос. Народ должен их... Ваш опыт, ваш опыт должен сейчас мне ответить вот в конце нашей передачи на один очень серьезный вопрос. Лидер Приднестровья, господин Шевчук, подписал сейчас буквально положение границ, которое зацепил по Днестру, но зацепил даже те населенные пункты, которые находятся в юрисдикции Молдовы. Вы знаете, я не хочу задумываться, чтобы надо мной улыбались люди, не говорю так, чтобы смеялись, но все-таки здесь какие-то зачатки конспирологии есть. Вы посмотрите, как у нас начинает нагнетаться обстановка горячая здесь в Молдове, то моментально происходят какие-то действия, которые могут повлечь за собой очень серьезный региональный конфликт. Ведь фактически пограничные и обозначение границ административной, которая с Приднестровским регионом, это нагнетение ситуации. Как вы считаете, все-таки у вас опыт? Мы с вами однажды побеседовали публично на эту тему. Вы мою позицию знаете, я ее излагаю по крайней мере лет 20. Я говорю, сейчас что происходит? Да, так это одно и то же. В ближайшее время покажут, делает это Шевчук со своей головы или эта комбинация управляется с другого мозгового центра. Я не думаю, что он случайно это делает, я не думаю, что он просто так делает. Но если это ответная реакция на нашу политику, на политику Филата, Лянька, которая, скажем так, мягко говоря, неуважительно высказывалась по отношению к России, чтобы не сказать недружелюбно. Но я понимаю, что мы государство, я понимаю, что мы суверенны, независимы, но мы не Германия, ребята, мы не Франция, мы не США, которые очень уважительно к России. Но все-таки вот эта ситуация. Поэтому, так я к ней возвращаюсь. Эта ситуация разрешается в Москве и только в Москве. Я это говорил десятки, сотни раз. Ну, кто такой Шевчук? Это же элементарная провокация, это же видно. Не дай Бог, какие-то что-то неуравновешения, его могут грохнуть, не дай Бог. Здесь что-то может произойти, какой-то террористический акт. Мы что, никакие уроки не извлеклись из 92-го года? Не дай Бог, это повторяет. А то, что он делает, это нагнетение, вы правы, это пожар. Это вот дальние первые звоночки и колокольчики. Так нельзя. И я думаю, я думаю, что Москва с моей точки зрения в ближайшее время должна ему дать по рукам, если не по губам. Так нельзя. Потому что все комплименты пойдут в сторону Москвы сейчас. Кто же не понимает, что он зависит, он ему помогает. все, все. Ситуация серьезная все-таки. Очень серьезная. Мне больно. Я даже не могу, даже не хочу себе представить по-новому, что это повторится. Нельзя. Не дай Бог. Не только мы воевали здесь. Воевали десятки, сотни раз в истории всех народов в это найдете. Но навоевались, хватит. Выводы должны только мирным путем не существовать. И только через Москву, и только через... Это надо понимать. Этим можно преребречь, если вдруг Россия станет третисорбным государством. Я ей не желаю этого. Этим не будет. Да, Этим не будет. Только я говорю о теоретическом предпорте. Когда-то можно, может случиться. Но сегодня Россия встает на ноги. И потом это же входит в ее прямый интерес. Ребята, так давайте общаться с Москвой. Пахать надо день и ночь. Вот мы же не работаем совершенно в этом направлении. Создается впечатление, что нам эта территория не нужна. Вот и как государственный служащий скажу только одну вещь. Когда у государства есть такая проблема, то в каждом министерстве, в каждом ведомстве должны быть специальные дел, специальные управления, специальные люди, которые денно и ношно занимаются возвращением этой территории в реальной юрисдикте республики. Обзывайте завтра для интереса пари с вами любое министерство образование, здравоохранение, энергетика, любое, что вы найдете, МВД, МНБ и так далее, и вы обнаружите, что там никто этим не занимается. Это что? Мы сидим и трубим уже сотни раз интернационализация конфликта, интернационализация когда вы увидели, что интернационализация конфликта дала какие-то продажи. Ребята надо с Москвой договариваться, учесть ее интересы, найти общий язык, общий знаменатель и решить вопрос разве навсегда? В конце нашей передачи все-таки у нас получился нормальный разговор, как бы домашний. Вы офицер, поэтому мы находим общий язык. Понимаем, что происходит. Мы военные люди. И не знаем, потому что очень большая проблема вернуть военных в управление государством. Это будет игра у нас в будущих передачах, потому что тема у нас серьезная. Есть проблемы большие. Но я сейчас хочу сказать, что я могу только согласиться с вами, что пока не решит сам народ для себя, что он хочет. Смысла от разговоров не будет. На кухнях, в беседках, за пахар дежин для русских, за стаканом вина. Нет, не получится. Никто сейчас не уйдет от той ситуации, которая есть. И мы должны единственное молить Бога, что все изменение возможное здесь происходило демократическим, конституционным путем, без насилия, без крови. Ведь кровь человеческая и жизнь человеческая, она бесценна. Большое вам спасибо, что вы пришли в гости, что вы высказали свою точку зрения. и вот так у нас час пролетел, и мы не заметили. И вам спасибо, что дали возможность поговорить со здоровой частью нашего народа, потому что на них расчет и вся надежда. Люди добрые, давайте объединяться, потому что злые, непорядочные, воры, проходимцы, давно уже объединились и давят нас, к сожалению. До свидания, мои дорогие друзья. В гостях у нас был Анатол Пулугару и ваш слуга Скрипник Сергей. До свидания. Всего вам доброго. Счастья. Всего доброго. Счастья.